Утренние сумерки Гвоздики, принесенные каждым из участников акции, постепенно превращаются в один огромный букет, а пламя вечного огня становится ярче от свечей, которые одна за другой загораются рядом. Этот день не только память о далеких событиях, но и символ консолидации людей против общей беды. Люди объединяются. Сегодня у нас были различные организации по своим политическим взглядам, по своим убеждениям, но такие даты, как День памяти и скорби, День Победы, Дни воинской славы, другие, всегда объединяют. Это именно порыв, это от всего сердца, от всей души прийти, вспомнить, отдать дам памяти. Возлагая цветы к вечному огню, каждый думает о своем. У тех, кто пришел в этот час сюда, обязательно есть своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Каждый раз, бывая в Волгограде, я прихожу на Мамаев курган, вспоминаю свою молодость, рассказы ветеранов, вижу вечный огонь, который горит на Мамаевом кургане, вижу статую Родины Матери. Для меня это священно. Еще одна акция под названием «Горсть памяти» прошла на Расторгуевском кладбище. В ней приняли участие руководство района и города, представители депутатского корпуса, юнормейцы, бойцы войсковой части 52-096. Началась она с минуты молчания. Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» проводится по всей России. С мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом берутся фрагменты земли, которые помещаются в специальные контейнеры – солдатские кесеты. Затем эти кесеты будут заложены в гильзы артиллерийских снарядов, которые установят на территории вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Его открытие планируется приурочить к 75-й годовщине Победы. То, что сегодня мы гор земли нашего Ленинского района передаем на священную территорию, где будет возведен храм в память погибших людей в годы Великой Отечественной войны, конечно, это самое правильное решение в рамках подготовки к юбилею в Победе в Великой Отечественной войне. В конце акции бойцы войсковой части 52-096 вместе с юнормейцами прошли торжественным парадом. Максим Козлов, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok